Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились», «Поговорили» сегодня, проведу её я, Олег Пека. Мы сегодня встречаемся и говорим на темы, прежде всего, наверное, истории, с, мне кажется, очень интересными людьми, которые представляют собой две трети персонажа, имя которого, я надеюсь, известно всем поклонникам истории, Гайя Аноним. Мы встречаемся сегодня с писателем Андреем Мартьяновым. Доброе утро, хочу добрый день. Ну, день, день, наверное, для тех кто-то. И сегодня у нас также директор издательства «Акта Диурна». Это Стас Литвинов. Здравствуйте. Добрый день. Может быть, вот я понимаю, что для многих оставалось тайной загадкой, кто же такой Гайя Аноним. Под этим именем выходили уже в «Полярисе», продавались с большим успехом книги с точки зрения Карфагена. И после Рима, там первый и второй том, вот новая книга, если кто-то смотрит у нас трансляцию или видео, вот она уже выложена. И я понимаю, что уже с сегодняшнего дня доступна в продаже в «Полярисе». Я напомню, что, кстати, завтра в 18 часов будет встреча. И если вы заинтересовались, можете прийти и получить книгу, приобрести с автографом. Вот каким образом появился этот персонаж Гайя Аноним? Как он сложился? То есть, я понимаю, из нескольких авторов, и где вот можно с ним познакомиться, может быть, даже в интернете? Ну, в интернете с ним познакомиться очень просто. Достаточно набрать в гугле «Гайя Аноним» и «Акта Диурна», и вы сразу все увидите. Как персонаж, это была исходная такая интернет-шутка, довольно забавная в том плане, что мы однажды придумали метод изложения современных новостей по древнеримской тематике. Ну, скажем так, мы переименовали всех современных политиков в древнеримских персонажей, и актуальные новости, ну, там, я не знаю, там, саммит НАТО, например, начали излагать о том, как вожди германских и британских племен собрались в таком-то городе, там, в Виндобоне, предположим. Ну, это все как было шуткой, так и осталось. А как литературный автор «Гайя Аноним» появился примерно, ну, чуть больше трех лет назад, когда вашему покорнейшему слуге одно из московских издательств предложило «А напиши-ка нам, пожалуйста, историческую книжку по твоему выбору, вот чисто научно-популярную историческую, значит, потом с этими издателями у них там что-то не получилось, книга не вышла, и вот мы со Станиславом тут внезапно организовали свое собственное издательство два года назад и поняли, что этого персонажа надо использовать. Собственно говоря, я тогда эту книгу дописал, причем по тематике такой, которая, как мы полагали, не является особо интересной современному читателю, это история финикийской цивилизации в целом, и история города Карфаген, который должен быть разрушен, как известно, со слов Катона, в частности. И внезапно успех, причем у нас уже там несколько тиражей допечаток, и все это разбирают, людям оказывается научно-популярная тематика интересна, оказалось внезапно. Ну и, в общем, мы поняли, что почему бы из этого персонажа не сделать межавторский проект, а именно добрать еще какое-то количество авторов и создать историческую серию, собственно говоря, вот ту самую книгу, которую мы сегодня представляем, вот она в этой серии и вышла. Как-то так. Книга вокруг апокалипсиса, и, кстати, вот сразу возникал вопрос, почему такой, ну, как бы неполиткорректный, всегда упрекают иногда историков, неполиткорректности, говорят, что же это такое для вас? История – это вот история, ну, греки, римляне, средние века классические, там, промышленная революция, а вся остальная цивилизация как будто бы по боку. Вот, дескать, никому не интересно, ни китайские, ни индийские, ни африканские, там, что там, истории не было, что ли? Ну, здесь вопрос исторического европоцентризма. То есть, по большому счету, вот не столь давно, прошлым месяцем были мы в Турции, в Анкаре на книжной ярмарке, и местным турецким издателям сказали, а вот у нас вот такая вот историческая литература есть, значит, вот у нас тут Древний Рим, у нас тут Карфаген, у нас вот европейское Средневековье, на что турки развели руками, посмотрели на нас широко раскрытыми глазами и сказали примерно следующее. Ребята, значит, а вы понимаете, что у нас в Турции никакой истории до 1453 года и до взятия турками Константинополя не было вообще? То есть, не было ни Византии, не было ни Рима, а вот когда пришли турки, у нас появилось... И трои не было, да. Да, и трои тоже не было. У нас появилась история. И, в общем, у них вот такой подход, что вот до 1453 года ноль, а вот потом начался расцвет, Турция, и вообще все стало очень круто. В принципе, с европоцентризмом, с историческим примерно то же самое. Вот была история Европы, и все, что на нее увязано, ну, собственно говоря, и все. Ну, Китай, то есть, Китай, он где-то там очень далеко, и вообще неинтересно, а Япония, ну, а что Япония? Япония – это только японские школьницы и ниндзя, и все. Как-то вот примерно так. А мы решили браться за нестандартные темы. Ну, вот, скажем так, тот же самый Карфаген-Финикийц, ну, кто о чем знает, что знает о финикийцах? Ну, сейчас-то уже знают, когда мы книжку выпустили. А до этого я смотрел очень серьезно по старым советским изданиям советского периода, до революционного периода. Ну, все это заканчивается где-то на 70-х годах 20-го века. И все, и ничего, пустота полная. Ну, мы вот этот пробел восполнили. Темные века. Римская империя рухнула. Начался путь Европы к Средневековью. Значит, а что было 500 лет на этом пути, в общем, тоже никто не знает. Ну, мы сделали книжку после Рима. У нас, кстати говоря, вот автор, который выступает под псевдонимом, под нашим общим, и Сталина. Это третья часть вот этого трио. Станислав. Нет, для начала хотел бы избежать путаницы и разделить. В интернет-проекте Гайаноним, там, собственно, три автора. Это вот Андрей Мартьянов, я, и еще там российский поэт Саша Пелевин. Что касается книг серии «Антиквитус», там действительно достаточно много авторов, которых мы всех объединяем, собственно, именем Гайаноним. То есть, межавторский проект. Да, собственно, почему это делается? Сейчас очень большая проблема публицистики литературы в целом, в том, что, ну, это, кстати, даже проблема не нашего времени, она большая проблема классической академической литературы. Классическую академическую литературу просто невозможно читать. Лично я там человек с философским образованием настолько испорчен какой-то тяжелой литературой, там, за университетские годы и годы десперантуры, что многие книги исторические читать просто невозможно. Я закрываю их там ближе к середине. По какой причине? Они просто скучные. Очень тяжелый академический язык. Это интересно, скажем так, для узких специалистов, а мы работаем не на узких специалистов, мы работаем на широкую публику. Ну, давайте вспомним примеры старой доброй научно-популярной литературы эпохи Советского Союза, которая была ориентирована на самый широкий спектр читателя, ну, там, начиная от школьника и слесаря, и заканчивая там академиком и профессором. По случаю того, что если ты профессор математики, то это вовсе не значит, что тебе неинтересно почитать что-нибудь там про Древнюю Грецию. Но это должно быть максимально доступно для любого читателя и ориентировано быть на широкого читателя. К сожалению, в конце 80-х, начале 90-х и практически все 90-е годы в литературе такого плана случился грандиозный провал. Ее просто не стало. Она умерла. Причем она умерла на всем пространстве бывшего Советского Союза, начиная от Прибалтики и заканчивая Средней Азией. Россия, Украина, Белоруссия и Закавказья. Ну, нету, нету, нету. Специально копался в Гугле, перевернул половину интернета. Ничего толком не нашел. И мы поняли, что нужно быстро занимать эту нишу, пока кто-то не сообразил и не прибежал на наше место. Ну, мы пришли, вот сели и с этого не сойдем. Мы решили издавать конкретно наше издательство, целенаправленно решило заниматься хорошей, качественной, научно-популярной литературой исторической. Я еще помню те времена, когда рвали из рук там книги Аарона Гуревича о Средневековье, Жака Легофа. Да, 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 Аарон Яков Гуревич – это наше все, можно сказать. И, ну, это были книги, которые пытались вместо, ну, такого сухого изложения этих королей, когда можно было просто рехнуться там все эти какие-то, ну, казалось, ну, сколько, ну, родился, умер, пошел там, завоевал кого-то, рассказать о повседневной жизни людей. Вот мне кажется, в этом, ну, то есть вот в этой вашей книге, самой свежей, которая только-только вот появилась в ней, вот столько сконцентрирована, просто у них какая-то ядерная мощь, мне кажется, поскольку там столько тем и Джордана Бруно, и Жанна Дарк, и, конечно, темы жизни, смерти, эпидемии. Вот хотелось, конечно, поговорить, может быть, и о том, насколько вот эти все проблемы актуальны для нашего времени. Потому что ведь человек в Средневековье жил ожиданием конца света. И, по большому счету, мы все время тоже пугаемся того, что в цивилизации может, ну, вот в любой момент может начаться ядерная война, ну, то есть вот это какое-то понимание, что мы ходим по краю бездны. Голод, эпидемии – это все вот по одному щелчку, как начнется пандемия, новые это вот ужасы, которые расписывает там Стивен Кинг, но это все тоже может стать реальностью. Ну, собственно говоря, название «Вокруг апокалипсиса», оно было избрано по тому, что мы, как соавторы данной книги, изошли из положения, что надо показать финал эпохи Средневековья. Вот Средневековье кончилось, начался переходный период к Новому времени. А как это все произошло и почему конкретно Средневековье кончилось именно в те годы, то есть середина XIV века, как мы полагаем. Эпоха Средних веков вполне себе процветающая, с процветающей аграрной экономикой, с хорошим устойчивым климатом, обрушилась всего за неполные 40 лет. Началось все в 1315-1317 годах с внезапной погодной аномалией, вызвавшей великий голод в Европе с потерей до 20% населения. Это даже по тогдашним временам это огромное количество. Затем в 1348-1552 годах происходит эпидемия черной смерти, местами выкосившая до 70% населения. На Сицилии, например, была смертность и 100%. Но так усредненно-то где-то 50-60. Средневековье внезапно обрушилось меньше, чем за 30 лет. Полностью поменялся характер экономических взаимоотношений в Европе. Случилась громаднейшая демографическая яма. Начинает появляться капиталистический способ производства. Уходит административно-правовая система Средневековья, то есть подчинение сеньор-вассал. Внезапно всего за 30 лет произошло полное-полное крушение средневековой цивилизации. По моему личному мнению, новое время началось с открытия Америки. То есть появились два новых континента. Внезапно появились новые аграрные культуры. Появился капиталистический способ производства. Но с 1317 года по 1492 прошло очень много времени. Мы хотели показать, как преобразовывалась Европа за этот период. Что происходило, как Европа, как наша цивилизация, европейская цивилизация перенесла эту катастрофу? Я скажу, чем это важно. В принципе, нам сейчас кажется, что мы живем в достаточно сытное, благополучное время. И какие-то крушения, катаклизмы, какие-то опасности нас совершенно не подстерегают. И даже после окончания Холодной войны мы закрыли разговоры о возможной Третьей мировой, слава богу. Вопрос не в этом. Надо понимать, что даже в нашем окружении, в каких-то цивилизованном мире есть страны, которые все равно находятся в глубочайшем кризисе, которые переживают какие-то свои проблемы. В принципе, я считаю, что... Посмотрите на Бангаладеш, это же просто ужас какой-то. В принципе, я считаю, что главные науки – это не философия и математика, это логика и история. Потому что исторические процессы цикличны, и надо понимать, что уже какие-то политические процессы, какие-то войны, развязывания войн, они все равно имеют какую-то свою логику, имеют свою историческую логику. И здесь то же самое. Вот смотрите, сейчас многие европейские ученые, например, Рено Камю, в открытую заявляют о проблеме великого замещения, которое сейчас просто такой грозовой тучей висит над Европой. Это действительно очень большая проблема. Хотя, казалось бы, в свое время Рим пережил то же самое. По большому счету, Рим пал в том числе из великого замещения, поглощая, ассимилируя какие-то народы, пока это не дошло до своей критической точки. Ну, Лангобарды, которые сейчас заселили Италию, и вот те, кто говорят, что мы там происходим от древних римлян, итальянцы, в принципе, это даже смешно слышать, потому что понятно, что… Ну, там не все нынешние итальянцы, далеко не все, вот совсем не все происходят от древних римлян, но далеко не все происходят и от лангобарнов. То есть, там какой-то крошечный процент. На самом деле смешение племен и кровей на итальянской земле, начиная с эпохи крушения Рима и далее, это такой чудовищный конгломерат, который не способен распутать вообще никакой историк, и никто толком не знает, что это было, как это все выглядело, сколько там процентов той или иной крови у среднестатистического итальянца, все это покрыто марта. Точно так же, как в Египте, там, потомки арабов, заселившие эту территорию в пятом веке, с гордостью рассказывают туристам о том, что их предки строили пирамиды, хотя понятно, что да. Нет, ну, в Египте-то потомки древних египтян, в общем-то, есть копты. Да, это никак. Чем еще важно, опять же, изучение истории, что, да, помимо понимания таких проблем, надо еще понимать, что, в принципе, с исторической точки зрения какие-то текущие современные проблемы, это совершенно не страшно, что не надо впадать в панику и какие-то там трагедии там с великим замещением, которые переживает наше поколение, для историков просто будет, вот действительно, как вы говорите, просто каким-то историческим фактом головой в учебнике. Ну, лет через 500, то, что у нас происходит прямо сейчас, я думаю, что это будет там один абзац почвы в учебнике, ну и все. То есть, никаких грандиозных событий в начале 21 века прямо сейчас не происходит. Ну, там, может быть, это... Слава Богу, может быть. Ну, конечно, нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен, это известно всем. Всем, собственно, русскоязычным людям, по ней, там, вспоминаются 90-е годы, как раз эпоха перемен, и... В общем, как-то больше не хочется, спасибо. Далеко не лучшая эпоха. Вот, мы в этом отношении с Андреем разделяем глубоко консервативные позиции. Ну, скажите, вот, кстати, вот национальные идеи, вот, учитывая вот это постоянное перемещение народов. Вот то, что турки, стоит этот храм Святой Софии, который построен был задолго до, и вся эта территория, она как заселена была, вот, ну, в конце только вот уже 15-го, отзавоевана турками. Египет, Италия, вот мы видим, что, ну, какие-то крупнейшие вообще цивилизации, они, в принципе, на их месте сейчас живут другие народы. Вот в этих условиях идея национального государства, она вообще имеет смысл или, ну, это бессмысленно цикленно? Видите ли, здесь есть очень тонкий момент, который в настоящее время, в эпоху, фактически, национальных государств практически никто не замечает. Эпоха средних веков, начиная с Карла Великого, вот до крушения данной эпохи после Великой эпидемии чумы 1348-го года. Основанно до крушения средневековья. Да, ну, до крушения средневековья как такового, очень серьезно отличалось от нас тем, что приматом идентификации человека являлась не национальность, а его религиозность. Был католический мир, замкнутая католическая вселенная, и будь ты там немцем, чехом, итальянцем, испанцем, ты прежде всего католик, и уже потом ты немец или испанец. Примат идентификации личности был по религиозному признаку. Впервые, и, кстати говоря, в данной книге это достаточно хорошо и подробно описано, примат по национальному признаку появился ближе к финалу Столетней войны во времена Жанна Д'Арк, когда французы внезапно начали осознавать, что они ведут не войну между своим сеньором, королем Франции, и королем Англии, как другим сеньором. Чисто феодальный конфликт. Они внезапно поняли, что они ведут национально-освободительную войну, и, перефразируя Гумилева, из-под Орлеана, когда Орлеан взяла Жанна Д'Арк с соратниками, к Орлеану приходили турэнцы, гасконцы, а ушли оттуда французы. Ну, точно так же, как на Куликовом поле приходили рязанцы и новгородцы, а с Куликова поля ушли русские. И поэтому примат идентификации по национальному признаку главенствовал уже в новое и новейшее время. И, в общем-то, с учетом цикличности, история не исключена, очень не исключена, что там, ну, не в обозримом, ну, пусть в ближайшем будущем, пусть 100, пусть 200 лет, снова все заместится тем, что было раньше. Идентификация личности по признаку либо религиозному, либо культурному. Собственно говоря, вот те же самые турки, например, которые очень зациклены сами на себе, у них происходит сейчас некоторое смещение в сторону ислама, и, возможно, они будут уже когда-нибудь не светским государством, как сейчас, а исламским государством, и будут себя идентифицировать, как мусульмане. Ну, пока нет. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть, при нашей жизни этого точно не будет. Это все меняется слишком медленно. Ну, смотрите, взять, к примеру, ту же Америку. Это государство, которое объединило вокруг, соединило в себе представителей очень многих стран, народов, как раз национальности, как вы говорите, и создало свой примат. И действительно идентификация. Они, правда, в первую очередь, немцы, итальянцы, ирландцы, они в первую очередь стали американцами. Вот, причем, собственно, когда там была самая большая волна эмиграции, там, в начале 20 века. Немцы, да, были немцы. И в какой-то момент ведь даже немецкий мог стать государственным языком Америки, говорили. Да, но в итоге они все стали американцами и считают себя американцами. Опять же, взять, ну, мне сложно об этом говорить, я был свидетелем, но взять, например, Советский Союз, когда действительно, там, мы же не говорим о татарах, чувашах, башкирах, мордве. Мы говорим о советском человеке. Да, мы говорим о советском человеке. И здесь то же самое. На самом деле, человек определяет себя, там, как представитель какой-то религии, либо нации, либо государства, либо чего-то еще. Ну, все-все зависит просто от того, в какую среду его поместить. Человеческая психика достаточно гибкая, и какие-то такие исторические эксперименты нам знакомых, да, человек. Как у Гумилева, вот у Льва Гумилева же был очень интересный тоже момент, когда в Америке к индейцам отношение католиков и протестантов очень резко. Ну, то есть, вот католики могли уживаться прекрасно с индейцами, протестанты индейцев резко. Ну, вот да, как ни странно, страшная и ужасная испанская инквизиция, царившая в Центральной и Южной Америке по отношению к местному индейскому населению, и вообще католическая администрация испанская, вела себя на порядке более цивилизованной и человечной, чем протестантские поселенцы Северной Америки. И, в общем-то, там вспоминаем 16-17 века, иезуитские государства, которые устраивали для индейцев, ну, чуть ли не настоящий коммунизм там с распределения. Да мы тебе даем работу, распределяем продукт, живи и радуйся. Значит, но североамериканская протестантская практика оказалась, к сожалению, гораздо более варварской. Будем называть вещи своими именами. Но в этом тоже есть своя определенная историческая логика. Послушайте, 16-17 века – это действительно то время, когда те же самые протестантские движения только начинали как-то складываться, укрепляться. И, разумеется, это люди, у них не было такой вот своей, ну, понятно, что они вышли… Устоявшейся доктрины, назовем это так. Да, не было своей устоявшейся доктрины. Сами по себе просто люди были более энергичны, в какой-то степени более злые. Люди, которые создают какое-то новое государство, конечно, они по-своему жестче, чем люди, у которых там за плечами вот именно их католической веры, там уже больше тысячелетия. Конечно, они просто пока не устоялись, пока не стали таки… До появления, собственно, доктрины протестантизма как дух капитализма, вот, разумеется, это просто там, как переселенцы, они сами по себе были более агрессивны. По-другому, они бы не смогли добиться положения протестантизма в мире. Мы сейчас буквально сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим разговор. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Сегодня в нашей студии писатель, известный циклом историко-фэнтезийных романов Андрей Мартьянов, также директор издательства «Акта Диурна» Станислав Литвинов, и мы говорим о проекте «Гай аноним», в которой… вот новая книга «Вокруг апокалипсиса», уже доступна в книжных магазинах «Полярис». Кстати, завтра в 18 часов вы можете встретиться с авторами и задать вопрос, который, может быть, я не успею задать. Одной из… вот мы уже затронули вопрос Инквизиции, интересный, вот мне очень понравилось, успев прочитать «Бегла», конечно, вот вчерашнюю ночь и утро дня, меня поразило, что очень много каких-то стереотипов о средних веках опровергается в этой книге, очень интересно, очень остроумно, с фактами, приведенными примером, ну и вот в частности по поводу Инквизиции, потому что в нашем представлении как бы вбивалось всегда представление об Инквизиции, ну, практически… Главное – пугало средневековья. И засенки НКВД, вот и Инквизиция, такие вот, в принципе, такие вот страсти. – Значит, буквально два слова о описании данного вопроса в книге. В книге разбирается не история Инквизиции как таковой, а создание вокруг священного трибунала инквизиционного черной легенды. То есть, буквально вот последние 500 лет, как из Инквизиции сделали самое жуткое пугало средневековья. Значит, для того, чтобы написать нормальную историю Инквизиции потребуется, ну, наверное, ну, 5 или 8 таких томов примерно такого же объема. Дело в том, мы вот только что говорили, только что говорили о том, что системообразующим институтом средневековья была римско-католическая церковь. Все вращалось вокруг нее. Главная цель жизни человека – это спасение души. Любой системообразующий институт должен как-то защищаться от внешней агрессии или внутренней агрессии. Таким образом, инквизиционные трибуналы, созданные в XIII веке, были системой, ну, скажем так, государственной внутренней безопасности католического мира. Система, особенно упорядоченная система, обязана себя защищать. В общем-то, ничего плохого в этом нет. То есть, как бы никто же не говорит, что служба безопасности Латвии – это плохо. То есть, как бы или там ФСБ России – это плохо, или ЦРУ – это плохо. Они выполняют свои обязанности, они защищают свои государственные институты. Точно так же инквизиционные трибуналы, как централизованное учреждение, было системой внутренней безопасности. Ничего страшного или плохого в этом нет. По той простой причине, что боролись они с антисистемой наподобие катарской ереси. Ну, представьте себе, люди внезапно начали отрицать материальный мир. Я имею в виду катарскую альбегойскую ересь. Все тварное, все сотворенное, все плотское – это очень-очень плохо подлежит немедленному уничтожению. Ну, а что вы будете делать с такими людьми, которые… Ну, раз есть грех, значит, он же совершается через плоть, этот грех совершается. Соответственно, все, что ведет к уничтожению плоти, в том числе грех, это все хорошо, как думали альбегойцы. Соответственно, церковь обязана была бороться с проявлениями такого негатива. И, в общем-то, я, как автор, довольно пристально занимавшийся этой тематикой, могу сказать, что, в общем, инквизиция во главе со святым Домиником, когда они искореняли огнем и мечом эту катарскую ересь в XIII веке, были абсолютно правы. Иначе католическая вселенная, вот эта вот огромная система, протянувшаяся на пространстве от Венгрии до Португалии, она просто рухнула. И было бы плохо. Потому, когда что-то рушится, всегда плохо. Рухнул Рим – плохо. Рухнул Древний Египет – тоже плохо. Рухнул Советский Союз – плохо. Америка рухнет – тоже будет плохо. И, в общем, достанется-то всем. Ну, а как же вот бедные девушки, которых там истязали, сжигали на кострах, там вот все эти вот истории? А, на секундочку. То есть, как бы вы будете смеяться, но в охоте на ведьм, которая, безусловно, была, и никто не говорит, что это хорошо, больше всего преуспели, как ни странно, протестанты. А, вовсе не мерзкие, гадкие, злобные и очень такие темные католики. Существует статистика. Существует огромное количество бумаг, оставшихся от Инквизиции. Просто некоторые архивы там, хоть в Венеции, хоть в Ватикане, забиты этими документами до крыш. Лишь в 2-3% от общего числа обвинительных приговоров выносился смертный приговор в Инквизиции. Светские суды выносили до 35% смертных приговоров. Ну, вот и смотрим, кто у нас более мягкий, либеральный светский суд или церковный суд. Задача церковного суда была спасение души. То есть, грешник должен быть спасен. Он должен, в случае чего, уйти на небеса. В 98% накладывалось нестрогое наказание. Покаяние, паломничество, иногда тюремное заключение. Но чтобы вот сразу на костер, 2-3% это нужно было быть, надо было натворить что-то совершенно такое ужасное и богомерзкое. Собственно, создание черной легенды Инквизиции мы очень подробно в данной книге разбирали и пришли к выводу, что, к сожалению, столь полезный институт для своего времени, потому как не надо ни в коем случае воспринимать средние века с нашей точки зрения 21 века. Люди тогда думали совершенно по-другому, вели себя совершенно по-другому, у них были другие приоритеты, у них другая была цель жизни. Цель жизни была тогда очень простая – попасть в рай. Насколько работу Инквизиции вообще можно назвать борьбой с экстремизмом, проводя параллели? Да, можно, по той простой причине, что там ересь вальденцев – это что, это не экстремизм, то есть, как бы давайте порежем всех богатых, раздадим имущество богатых бедных, а бедному будем жить в христианском благочестии, а работать кто будет производить прибавочный продукт? Это еще какой экстремизм? Вот, а там и речь. А по поводу протестантов, о которых опять… Мы опять вернулись к разговору о протестантах. Ну, действительно, и католическая церковь в какие-то там ранние века своего существования, тогда она была еще не католическая, она была христианской церковью, она тоже отличалась такими достаточно экстремальными поступками. То же самое с протестантами. Молодая религия, через те же шаги прошел и ислам, когда он родился, через то же самое просто прошел протестантизм, просто протестантизм появился достаточно поздно исторически, вот, собственно, XVI века и дальше. Поэтому то, чем они занимались, конечно, выглядело на тот момент уже несколько экстремально. Любая религия, любая религия на определенной стадии своего развития носит совершенно чудовищный фундаменталистский характер. Раннее христианство, ну, предположим, там, 4-5 века, мы местами 3-й, в области фундаментализма сейчас могло дать фору любым современным злым ваххабитам. То есть, там были такие хунвейбины, каких поискать, и очень много свидетельств сохранилось, как отдельные региональные епископы с ордами фанатиков, например, давали по шее имперским администраторам Рима. То есть, в общем, там бывали совершенно неприятные и страшные случаи. Ну, вспомним хотя бы историю с женщиной-ученой. Да, вот я сейчас тоже все мучительно пытаюсь вспомнить, которую... Да-да-да, то есть, как бы и у меня тоже из головы вылетела. Ну, да бог-то с ним. Значит, проблема фундаментализма у молодых религий существует всегда. Всегда существовала и существовать будет. По случаю того, что, ну, вот у нас сейчас две ведущие как бы христианства, ну, квазихристианства имеются в виду и протестантизм, и католицизм, и православие, и квази-ислам, у которого всевозможных течений еще больше, чем в христианстве. Ислам помоложе, фундаментализма поэтому побольше, потому как христиане это все пережили давным-давно и, в общем, как-то вот поуспокоились, приняли свою доктрину. С исламом будет все то же самое. Через 200-300 они тоже поуспокоятся и станут такими респектабельными, приличными людьми. А вот мы говорили про православие. Какое оно занимает между, скажем, протестантизмом и католичеством, ну, какое место, ну, скажем, по всем, по отношению к людям, по отношению к другим религиям? Ну, то есть, вот мы говорим, что... Скажем так, я не хотел бы чисто по этическим соображениям давать какие-либо оценки современным религиозным течениям, кроме совсем уж сектантских. Православие, как греческое направление в христианстве, является почтенной и уважаемой апостольской религией. Точно так же, как католицизм римский является почтенной и уважаемой апостольской религией. У всех на своем пути были ошибки и у католиков, и у православных. Вот тут, кстати, спрашивают, какая функция религии, какая преемственность их религии, какая самая древняя религия? Какая самая древняя религия? Самая древняя религия, наверное, огнепоклонничество. По той простой причине, что огонь, он всегда вызывал благоговейные чувства. И поклонение огню как средству выживания человека, скорее всего, является самым древним со времён каких-нибудь абстралопидеков, которые впервые научились этим огнём хоть как-то пользоваться. Мы до сих пор, вот солнышко, мы его видим, мы радуемся. То есть, как бы солнце – это что? Огонь. – Ещё одна тема, где вы так опровергаете сложившиеся мифы – угнетённое положение женщины в средние века. На примере вот Элеонора Квитанской, я помню, как Наталья Ивановна Басовская любила рассказывать тоже эту историю удивительную про совершенно фантастическую женщину, которую бросил муж, заявив, что она ему не может родить мужчину-наследника. Она выходит второй раз замуж и рожает сразу восемь сыновей, среди которых там Ричард Львиное Сердце, доказав кто-то… – Ну, не восемь, не восемь. Там сыновей-то было раз, два, три, четыре, остальные девочки. – Девочки, хорошо. – Там Ричард Львиное Сердце, Иоанн, Генрих-младший. – Иоанн Безземельный, да. – И ещё один там умер во владенчестве, не помню. Но, на самом деле, вечная глобальная проблема всех средневековых мифов – положение женщины в Средневековье. Положение женщины обычно описывается тремя категориями. Первая категория – это прекрасная принцесса, заточённая в башне, сидящая за вышиванием. Второй вариант – это экзальтированная монашка. Третий вариант – это сжигаемая на костре ведьма. Всё. Больше других женщин в Средневековье не было. Вообще никаких. То есть, либо принцесса, либо монашка, либо ведьма. Всё это неправда. Всё это, опять же, последствия чёрной легенды, которые начали о Средневековье сочинять гуманисты XVIII века, для которых вот эта страшная, жуткая религиозная эпоха была ужасно непросвещённой, ужасно некультурной, а, соответственно, презираемой. Потом появились просветители века XIX, потом появилась, например, советская власть антирелигиозная, которая мгновенно уцепилась за уже ранее созданную чёрную легенду. На самом деле мы видим огромное количество правящих королев, мы видим огромное количество женщин-писательниц, мы видим неимоверное количество женщин-поэтесс, мы видим женщин-врачей, хотя медицина в Средневековье, в общем, я бы лучше там лечиться не стал, потому как были существенные проблемы в этой области. Но женщины занимались и наукой, занимались бизнесом. 18% в городе Париже XIV века, 18% гильдий были сугубо женскими, причём там совершенно не женские ремёсла, там такие каменщицы, например, женщины-кузнецы в этом Париже были, но, в общем, 18% – это большая сумма женских цехов, то есть, сами понимаете. Так что, в общем, всё было не так плохо, опять же, эту проблему мы в книге осветили. Вот есть ещё вопрос от слушателя, может быть, немножко не в тему, но что в дохристианской Руси и Латвии было хорошего и что плохого? Ну, то есть, вот языческая Латвия… На самом деле в дохристианской Руси и Латвии всё было хорошо. Просто потому, что люди жили в привычной для себя обстановке, так, как жили деды-прадеды и прадеды-прадедов, и, в общем, они не видели в том, что они язычники, в общем, ничего плохого, странного, а вовсе, наоборот, полагали, что вот у нас так предками заповедано, значит, так должно быть. Главное не считать, что с приходом… Из этого ответа не следует, что с приходом в христианство всё стало плохо. Ну, вот типа да. То есть, люди жили в свою эпоху и были, я думаю, вполне довольны. Ну, конечно, там, если прибегут какие-нибудь там викинги и всех покрошат, это, конечно, не очень приятно, но такое и раньше случалось. Там готы раньше приходили, значит, а после готов гунны приходили, и тоже случались всякие безобразия и бесчинства. Но это, в общем, дело житейское абсолютно. Так что, в общем, что в Латвии, что в России, что в Польше, там, что в Литве даже. Хотя в Средневековье есть такая замечательная, очень часто встречал в некоторых средневековых хрониках, когда какого-нибудь монаха там поймали на прелюбодеянии, и там было совершенно жуткое наказание и сослать на вечное покаяние в отдалённый монастырь в Литву. То есть, и по большому счёту во всей эпохе люди всегда жили более-менее нормально, за исключением кратких моментов, когда действительно происходили системные сдвиги, ну, там, начиная от крушения Рима и заканчивая тем же самым XIV веком, когда внезапно Средневековье, внезапно и кровава обрушилась. Так, в общем, нормально они жили. Хорошо. И заканчивая 90-ми, вы сейчас скажете. Ой, давайте не будем. Да, давайте лучше про Инквизицию. Это как-то... Ну, с другой стороны, вот у нас уже, к сожалению-то, я смотрю, и время почти заканчивается, а я хотел ещё спросить вот Станислава Литвинова по поводу издательства. Насколько в вашем издательстве, просто я смотрел, там, издаваемые книги, там есть и про Битлз, и исторические, вот насколько сама политика издательства в таких вот совершенно разных как будто бы направлениях работает, вот в каким вы отдаёте тем предпочтения? Ну, смотрите, предпочтение мы отдаём тем книгам, собственно, это и есть политика издательства, которая нам нравится самим. Да, мы... Издательство молодое, нам сейчас вот два года где-то, от сентября 2017 года можно вести отчёт. И мы во многом экспериментируем с форматами, с авторами. Вот книга Битлз, о которой вы говорили, это достаточно интересный, но редкий формат, книги перевёртыш. Там в одной книге два романа, ты его читаешь, потом переворачиваешь книгу, и там идёт другой роман. Причём с такой, с достаточно яркой дизайнерской обложкой. Вот, самое смешное, что год назад я встречался с Джованной Стингерой и подарил ей эту книгу. Вот, она ей... Ну, не думал, что она её прочитала, но покрутил в руках, поулыбалась, сказала, что очень мило. Вот. В основном, да, это историческая литература, это основной паровоз, скажем так, нашего издательства, и фантастика. То есть, собственно, помимо исторических книг, мы издаём совершенно уникальное собрание сочинений Стругацких в 33 томах. В 33? Да, это первое, это совершенно уникальное собрание сочинений. Все произведения Стругацких переиздавались много раз. Уникальность нашей серии, вот сейчас как раз выше 18-19 тома, буквально неделю назад, в том, что в каждом томе, каждый том посвящён году творчества, мы собираем неопубликованные произведения, публицистику, переписки, какие-то фотографии. Там письма, дневники, фотографии. Ну, словом, к нам, к счастью, благодаря клубу Люденам и Андрею Стругацкому как наследнику, к нам в руки попал практически весь архив Стругацких, который вообще существует на этом свете. Вот вообще всё. Такого издания не было ни до нас, и совершенно точно не будет после нас, но уж мы решили, что раз уж взялись, то давайте мы все эти 33 тома выпустим, а тут появляются дополнительные документы, которые сейчас находятся, то есть это какие-то дневниковые заметки, или что-то из черновиков, которых никто раньше не видел. Мы всё это вот как хомяки копим, стаскиваем в нору, и уж если мы решили сделать глобальных Стругацких от и до, то мы их сделаем, я так полагаю, что будет даже не 33 тома, а может быть даже и побольше, благодаря появлению новых материалов. Но такого точно никто не делал никогда и никогда уже не сделает. Также мы издаём фантастику, ну, переиздаём, мы переиздали несколько знаменитых книг, собственно, которые издавались в 90-е, это «Фантастика», это «Меч и радуга», очень знаменитый роман в своё время, это «Многорукий Богдавайна», «Логинова», «Свет в окошке». Это действительно интересная литература, которую... Мы хотим напоминать читателю о том, что сейчас почти позабыто, потому что эти вещи издавались лет 20-25 назад, а то и больше. И в настоящий момент эти книги не на слуху, тогда как в те времена, например, тот же «Многорукий Богдавайна» Святослава Владимировича Логинова, он прогремел на всё пространство бывшего Советского Союза, получил все возможные литературные премии, какие вообще существуют в природе. Но вот сейчас, 20 с лишним лет спустя, его забыли, но мы так подумали-подумали, решили, что надо переиздать, и, в общем, не прогадали. Я смотрю, эта книга совершенно потрясающая изданная, очень приятная, держать в руках. Как вы смотрите на такую проблему, что в какой-то момент оказалось, что книга издания умирает, потому что люди переходят на электронные книги, читают в основном тексты в интернете. Но вот сейчас, мне кажется, ситуация вновь возвращается, и люди понимают, что поставить эту книгу, во-первых, на полку, и держать её в руках – это какое-то совершенно фантастическое ощущение, тактильное. А во-вторых, меняются форматы. То есть ты купил электронную книгу, через 10 лет сменился формат, и эта книга для тебя просто пропала. Я вам открою один маленький секрет. Сейчас бумажный рынок потихонечку, но начал расти. Kindle, электронные читалки всем надоели. Книга становится предметом не роскоши, а предметом элитного потребления. То есть, как бы вот Стас, наверное, лучше скажет. Во-первых, вы совершенно правы. Эти книги действительно приятно держать в руках, и мы их специально такими делаем. И это совершенно уникальная ситуация, но не могу сказать, что везде, но, например, в Москве это происходит именно так. Люди покупают бумажные книги и читают электронные. Потому что бумажную книгу приятно держать в руках, приятно кому-то показывать, листать. Подарить. Да, подарить и держать дома. Ну да, в метро, либо в пробках ты читаешь с телефона. А вот книгу такого формата, это надо прийти домой, налить чашку какао, укрыться, извините, тёплым клетчатым пледом, и сидеть и читать. В настоящий момент хорошо изданная книга – это вещь, скажем так, статусная. То есть, ты показываешь всем, что ты, а, далеко не дурак, это раз, и, б, у тебя есть вкус. Потому как сидеть в метро с читалкой – это одно, а вот сидеть дома с хорошо оформленным томом, хорошо отпечатанным, и читать это ради собственного удовольствия, а не ради обычного поглощения информации, лишь бы занять время – это совершенно принципиально разные вещи. Ну что, предлагаю всем вылезти всё-таки из дома, из пледа. Завтра в 18 часов в кафе «Полярис» в домине встреча. Вы сможете продолжить беседу. Вижу звонки, вопросы, просто нет времени, извините. Андрей Мартьянов и Станислав Литвинов сегодня были в нашей студии. Спасибо вам большое, что нашли время прийти. У него огромное спасибо, всего доброго. Спасибо, что пригласили.